Здравствуйте, меня зовут Андрей Лобанов. В эфире специальный выпуск новостей, посвященный главному празднику страны, 9 мая, Дню Победы. Поздравляю всех наших телезрителей и ветеранов с праздником. Ну а теперь обо всем подробнее. Всё меньше остаётся свидетелей и подлинных участников событий самой кровопролитной войны 20 века. В России здравствует всего 103 тысячи участников Великой Отечественной. В их числе 74 фронтовика, которые живут в городском округе Люберцы. Павел Петровичев один из них. Главное, считает Павел Алексеевич, никогда не терять оптимизм. Ветеран с юмором рассказывает о том, как в 15 лет добровольцам ушёл на фронт. В рядах действующей армии рядовой Петровичев с ноября 1944 года служил в мотострелковом батальоне. Настоящее боевое крещение, которое началось 12 января, был прорыв, а наша часть входила всегда в прорыв и туда уходила в тыл. 24 января 1945 года 15-летний связной одним из первых форсировал Одер. Ползком подобрался к вражескому доту, забросал его гранатами и вывел из строя пулемётчиков. Позже участвовал в берлинской операции. Освобождал Прагу. Праздник победы – это то, что мы, как говорят, все живы, здоровы. От имени губернатора Московской области и регионального отделения партии «Единая Россия» ветерана поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Суступающим праздником 9 мая. Наш праздник. Спасибо. Наш праздник. Не мой, а наш. Долгие годы Павел Алексеевич служил в органах государственной безопасности. В Москве 93-летний ветеран живёт почти 70 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поздравил ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Тюленеву с Днём Победы. Подробнее в нашем сюжете. Когда началась Великая Отечественная война, Клавдию Тюленевой было 15 лет. Уже в 1942 году она отправилась на фронт. Кто не связан с семьёй, значит, это на военном положении. Всё. Отказываться было нельзя. И мы не отказывались. И с удовольствием работали, как могли. С Белорусским фронтом в составе действующей армии Клавдия Андреевна прошла всю войну. Была в вольнонаемном рабочем походной мастерской по ремонту вещевого имущества. Три года в действующей армии. Всё время на колёсах переезжали. 3-5 километров от фронта были. Всё время работали, работали, как говорится, без выходных. И чинили гимнастёрки, и шинели. Клавдия Андреевна награждена Орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, медалью Жукова. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско поздравил ветерана с Днём Победы. Речь идёт о так называемой коробке здоровья, куда входит прибор для измерения давления, тонометр, мёд и прочие полезные вещи, витамины. То есть то, что нужно для заряда возраста и для наших уважаемых ветеранов. К сожалению, возраст такой, что приходится его поддерживать. И любая помощь в этом направлении, я считаю, абсолютно правильная. По всей России депутаты партии «Единая Россия» поздравят 23 тысячи фронтовиков. Из них около 60-ти проживают в Люберецком округе. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 9 мая мы чествуем героев, защитивших наше Отечество от нацизма. Мои коллеги побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной Ивана Пшеничкина. Он воевал на легендарных «Катюшах», дошёл до Кёнингсберга, участвовал в историческом параде Победы 1945 года. Подробнее о биографии героя в нашем следующем сюжете. Знаешь, Лесь, день рождения у дедушки всего один раз в году, но самый главный праздник для него – это День Победы. Я так рада, что мы идём поздравить его. Дома у Люберчанина Ивана Пшеничкина 9 мая всегда собирается родня. Приезжают поздравить дочери, внуки, правнуки, праправнуки и шестилетняя прапраправнучка. Накануне Дня Победы за столом собралась только малая часть его семьи. Дедушка, а что было самое страшное на войне? Там всё страшное. Исключительно всё. Потому что всё взрывается, пули летают. Я был солдатом, водителем. Водил «Катюшу». А «Катюша» – это машина, которую немцы очень боялись. Люберецкие школьники часто приглашают Ивана Фёдоровича на классные часы. Ребятам интересно узнать о войне от первого лица. А сегодня они сами пришли к нему в гости. «Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Боевой путь фронтовика лежал через Сталинградскую и Ростовскую области. 1944 год. Украина. Форсирование Южного Буга. Впереди Белоруссия, Польша и Восточная Пруссия. Последний залп – знаменитая боевая машина «Катюша», за рулём которой сидел Пшеничкин, дала под Кёнигсбергом за несколько недель до окончания войны. «День Победы я встретил в Москве. Мы пригнали машины. Готовить эти машины должны пойти на Дальний Восток. Мы ночью проснулись, когда две огромные части, что вытворяли на плацу, шум, гам, стрельба. Изо всех видов оружия начали стрелять. Война кончилась». Такими встречами школьники очень дорожат. Непосредственное общение с живыми свидетелями тех трагических дней помогает понять, что война – это не какой-то миф, а страшная реальность. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый с ветераном знаком давно. И сегодня он тоже пришёл поздравить старшего товарища. «Это мой низкий фрон от всех нас, от послевоенного поколения, за мирное небо и здоровье. Самое главное». «День Победы для меня – это святое. Он добыт большой кровью, большими трудностями и большими-большими победами. Мирное небо над землёй и над страной – это самое главное. С этого и начинается жизнь». Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах живёт почётный радист СССР, участник Парада Победы 1945 года Вадим Мальцев. Он участвовал в обороне Крыма и Кавказа, освобождал Белоруссию и Прибалтику, дошёл до Восточной Пруссии. В гостях у фронтовика побывали мои коллеги. Парадный китель Вадим Петрович надевает только раз в году, чтобы посмотреть на боевые награды и вспомнить те страшные сражения, в которых погибли его однополчане, защищая родину. Мальцев мечтал стать моряком, но судьба распорядилась иначе. И за год до начала Великой Отечественной он поступил в военное авиационно-техническое училище и стал радистом. После окончания училища, уже в начале войны, я попал в Липецк, город, где формировались новые воинские авиационные части. И 26 сентября 1941 года я вылетел на фронт. С военных аэродромов Крыма и Кубани он обеспечивал вылеты самолётов. С боевых заданий, попадая под вражеские обстрелы, назад возвращались не все. Жизнь Мальцева несколько раз тоже висела на волоске. Я летел в Анапу на самолёте Р-5 с пассажиром. И на посадке нас обстрелял немецкий истребитель. Самолёт сгорел, экипаж сгорел, я остался жив. Судьба спасла его и в 1942 году, во время переправы через Керченский пролив. Немцы настолько там плотно обстреливали наши отступающие части людей, что перебраться на сторону Кубани было довольно трудно и сложно. Впереди была битва за Кавказ. Основные сражения вели в низинных горного хребта. Морские бригады отстаивали каждый перевал Кавказского хребта. Гибли люди и от войны, и от погоды. И 19 ноября 1942 года на фронтах Кавказских гор ударил мороз. И после сильного дождя все дороги на перевалах замёрзли. Замёрзли все войска, в том числе и немецкие, и наши. Фронт сразу сдвинулся на тысячу километров на север. Боевой путь истребительного авиаполка, в котором служил радиотехник Мальцев, лежал через Белоруссию, Прибалтику и Восточную Пруссию. За годы войны Вадим Петрович обслужил вылеты более 4 тысяч самолётов. Его полк 9 мая стоял под Кёнигсбергом. Но памятен ветерану не этот день. В эту ночь, 2 мая, была стрельба из пушек всего нашего Прибалтийского фронта. Сначала мы не знали причину этого торжества. Но потом нам сказали, что взят Берлин. И стало ясно, что фашизм разгромлен, столица фашизма повержена. Это была радость. И мы разрядили своё личное оружие в воздух. Через полтора месяца после капитуляции Германии в Москве прошёл парад победы. В нём приняли участие более 35 тысяч человек. В составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта по брусчатке Красной площади чеканил шаг и рядовой Мальцев. Когда наш сводный полк проходил мимо Спадской башни, начался очень сильный дождь. Это был ливень. Этот ливень, как считали фронтовики, очистил всех от скверны, которая несла война и которая мучила людей. Вадим Петрович написал шесть книг с воспоминаниями о войне. Осенью к столетию фронтовика Академии исторических наук издаст книгу серии «От солдата до генерала». В неё войдут и очерки Мальцева. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе проживают 104 бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Многое из той жизни за колючей проволокой они знают только по рассказам своих матерей. Но некоторые моменты сохранились и в их воспоминаниях. Люберчанин Василий Савченко был узником Освенцима. У Василия Адамовича юбилей. За столом собралась вся семья. Желают здоровья, бодрости духа и мирного неба. Сегодня вторая твоя победа. Потому что прожить 90 лет – это действительно подвиг. Мы каждый год тебя поздравляем. Зима лета, зима лета, года нет. Он родился в Белоруссии. С первых дней немецкой оккупации в тылу врага развернулось партизанское движение. Десятилетний Василий был связным между подпольщиками и партизанами. Весной 43-го года партизанский отряд, в котором был Савченко, попал в окружение. Детей немцы выгнали из леса и погнали в сторону Витебска. А оттуда – в Освенцим. Ну, все разделись наголо, как мастер делал, все вместе мужчины, там женщины, ребята. Зашли в этот душ, там воду пустили, то горячую, то холодную. Вышли уже в другом конце. Куча лежит этих вот, этих полосатых одежды, крови, все это уже после того, как убивали. Вот выбирайте себе здесь, а то, которое вы разделись, там положили сейчас документы, все догола разделили, все сожгли. Маму с двумя детьми оставили в одной части лагеря, отца со старшим сыном – в другой. Ветеран с болью в сердце рассказывает и о том, как у женщин отбирали детей. На фоне лающих собак и кричащих эсэсовцев на взрыд ревели и матери, и малыши. Вспоминать это очень трудно и лучше не вспоминать, потому что потом неделю не уяснешь. Поэтому я стараюсь об этом не помнить. Его родители погибли. Освенцем – ярчайший пример бесчеловечности гитлеровского режима. Отдельной страницей истории концлагеря стали медицинские эксперименты, которые проводил над детьми доктор Менгеле. Вот с Освенцем у нас 542 человека, это выделили ему опыты медицинские. Был построен в лагере, лагеря еще там, это в Путулицах. И там проводили у нас опыты медицинские. Ну и нам старались, кто выживет, тот будет жить. Большая часть детей после экспериментов погибла. Василий чудом остался жив. Весной 1944-го вместе с другими ребятами его перевезли в детский рабочий лагерь в Кремичао. На автомобильном заводе мальчишка очищал от ржавчины мелкие детали. В конце апреля 1945 года немцы, которые понимали, что война ими проиграна, заперли детей в бараке и наглухо заколотили двери и окна. Спустя неделю лагерь был освобожден. Из 50 подростков в живых остался только 21. День рождения, я взял просто день, который нас освободили. А точный день, какой месяц, я не знаю. После войны Василий мечтал поступить в Суворовское военное училище. Но члены комиссии, увидев вытравленный на руке номер, в поступлении отказали. Чтобы навсегда скрыть черную метку Освенцима, товарищ сделал ему татуировку. Кинжал, обвитый змеей. Я хочу, чтобы люди помнили и сделали все, чтобы войны больше не было. Чтобы фашизм не возродился нигде. Я хочу, чтобы они жили в мире, в счастье. Чтобы не знали, что такое война. Чтобы все было у них хорошо. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова